Что у меня не сегодня, но сколько у меня было заказы? Получается так, что когда мы инструируем античность, мы туда привносят все наши отчаяния. То, что нам нравится. Теперь нам нравится Сакрат. Все вокруг Сакрата. Клакон выделил Сакрат. И вся история немного изменилась. Получается так, что когда мы античность общаем, мы все-таки искремляемся. И все, что на самом деле все могло быть не так. И что, исследуя историю подписанным источником, возможно, на самом деле мы не принимаем году на самом деле. Это к кому обращено? Это к кому. Вы сами все выдумали, признавайтесь. Вот прямо перед докладом, конечно. Главное не забыть то, что мы выдумали, что потом записано. А, собственно, записано. Поэтому можно будет в ВКонтакте посмотреть циклы лекций своих. Давным-давно читаны. Ну, я думаю, что Алексей Дмитриевич со мной согласится, что, ну, во-первых, с точки зрения, вот даже я стал, видите, как вначале говорить, да, конечно, религия, то, что мы говорим, даже, вот, добивая в христианской среде, все равно автоматически, под этим понимаем, социальные институции, извините, звучит такой язык, который, в среднем которых формируется после начала эпохи секуляризма. Понимаете, да, то есть мы уже с этой точки зрения переносим на античность какие-то собственные модели, но, по крайней мере, мы должны отдавать себе в этом отчет, понимаете, да, что мы не можем говорить, находить в тогах хитонах или в чем-то там еще и говорить на древнегреческом языке, потому что горизонт жизни, в котором живем, совершенно другой. Ну, это одна из таких важных, очень методических проблем, да, это одна сторона вопроса. Да, действительно, мы все равно модернизируем, но модернизируем, постоянно должны себя бить по рукам. И вот чаще всего, как раз, историки, если речь идет не просто об описании там каких-то, ну, археологических фактов, хода битвы, да, а если речь идет о мотивах поведения человека, каких-то концепциях, социальных идеях, они занимаются тем, что стараются не модернизировать. То есть, и самое главное обвинение, автор хороший, но модернизатор. Вот как раз у этих вопросов. Так оно и есть. Ну, здесь отчасти мы с Алексеем Дмитриевичем были вынуждены модернизировать, заранее оговорившись, потому что, в общем, тема у нас такой скетчевый общий характер имела, понимаете, да, то есть это не диссертация предъявляли на соискание степени какой-то, да, поэтому нужно было на каком-то языке, таком общем, нам с вами говорить. Это первое. Второй момент, что касается Платона, ну да, была традиция и Сократа Фобская в античности, и очень серьезная традиция. Вот Аристоксен, это такой ученик Аристотеля, который написал очень злобный, ну, даже со временем, как он выражается, жизнеописание Платона, Сократа. Какие-то фрагменты до нас дошли от более поздних авторов, там, от Афинея, от Порфири, фрагментов Порфири, фрагменты из фрагментов, понимаете, дошедшие. И там, конечно, Сократ, он вот и такой развратник, и грубый такой человек, и чувственный, и, в общем, такая деревенщина-деревенщина, вот, и зря его все хвалят. Была такая традиция. И вот очень интересно, что сохранилась-то не она, да, то есть вот здесь, в звездной степени, история культуры, это одновременно цензура определенная. И при всем при том, что, конечно, в христианстве имелось, имелись так и критики язычества, эллинской философии, ну, там, Татьяна Сирица достаточно вспомнить, ну, старшего современника Юстина того же самого. При всем при этом, все-таки, вот, отцензурирована была, скорее, сократофобская тенденция, чем сократофобская. Поэтому все, конечно же, было сложнее, вы абсолютно правы. Но другое дело, что вот, а было бы иначе, тут трудно сказать. Вот, я, Алексей Дмитриевич, говорил, да, я задаюсь вопросом, совершенно, конечно, это абстрактный вопрос. А что было бы, если бы Сократ убежал из тюрьмы? Ну, все-таки, наверное, скорее всего, история философии была бы другой, да, но вот здесь бы, сослагательное наклонение, оно сложно. А так, да, вот, доминирующая тенденция описания, традиция описания, она, конечно, давляет над историками. Я скажу, это археологические факторы, там, или сравнительное исследование, не, начиная оставлять, не посомневаться. Слушай, Дорогич. Так, ну, я, со своей стороны, как историк, безусловно, согласен с Романом Викторовичем. И хотел бы добавить пару моментов. О переносе наших понятий на античность. Последние десятилетия, но особенно это характерно для послевоенного времени, все больше голосов раздается о том, что мы все-таки не до конца понимаем, как была устроена античность. И здесь вот эта самая археология, о которой Роман Викторович высказывается, с такой легкой иронией, понятной для философа, нам может дать очень много. Но вот просто пример, понятный всем. Это что такое античный город? Мы знаем, что античность – это цивилизация городская. Вся культура происходит в городах. Это греческие полисы, но в первую очередь это Афины, о которых мы знаем больше всего. Это какой-нибудь Каринф. Затем это крупные города арминистического мира. Это Александрия, это Антиохия. И, наконец, это Рим. Мы все это знаем, но когда мы говорим о древнем городе, мы, естественно, как правило, тянем за собой представление о современном Петербурге, потому что мы здесь живем. Потому что мы знаем, что это такое, мы знаем, что такое дом, мы знаем, что такое двор, мы знаем, что такое соседство, мы знаем, что такое городской транспорт, какие-то городские коммуникации, электричество, вода, вот эти вот, вся инфраструктура, она накладывает на нас некий отпечаток. И когда внезапно мы вдруг понимаем, что античный город – это не Петербург, это не Нью-Йорк, а это скорее Бомбей с гигантской плотностью населения внутри городских стен, где-то на человека приходится, но обычного человека, небогатого, по 3-4 от силы 5 квадратных метров, понимаете, да? Когда мы понимаем, что семья из 5-6 человек жила в какой-то комнате на 6 этаже площадью 12 квадратных метров, 6 этаж, удобство во дворе, это Рим, это самый центр Рима, это вот эти вот знаменитые римские инсулы, вот тут же смещается перспектива, да? Мы понимаем, что основная жизнь города – это не дома, основная жизнь города – это в публичных пространствах, это форум, это рынок, это какие-то другие вещи. И мы совершенно по-другому воспринимаем наши данные о этом мире. Это лишь один пример, который показывает опасность примесения того, что мы знаем о мире, на древность. Всё-таки здесь надо постоянно учитывать исторический контекст, и те вещи, которые нам кажутся очевидными, очень часто оказываются далеко не такими. Спасибо. Спасибо. Что? Безусловно, я без всякой иронии про археологию говорю. Вы уж извините, но всё почтение, как раз и говорил, если она… Ну… В роман Григоринии нет иронии. Так… Ещё один вопрос. В роман Григоринии, я говорю, что… В роман Григоринии есть изображение братьев предморов Сократа и Аристотия. Как вы думаете, вот их статус, их облик, как их столковываются в этих местах? Какой ролик это выполняет? Ну, понимаете, тут вопрос-то сложный, я должен был бы побывать на месте, поговорить с монахами этих монастырей, чтобы они мне на эту тему сказали. Поэтому в известной степени умозрительным будет ответ, да, любопытно, что в 15-16 веке дошли до нас эти фрески, естественно, они изображены совсем, ну, не так, как они, наверное, выглядели. Это такой типаж изображения для Балкана, для Эллады, точнее, 16 века, характерный 15-16 веков. Но это та самая ситуация, когда эти фигуры уже вошли в саму плоть образованности не только тех интеллектуалов, которые, по большей части, из Эллады во время турецкого нашествия уехали, да. Ну, и потом, собственно, основная это социалистская культура, неу-реализмская консервация, в общем, национальная консервация. Конечно, это же не ромей, а это в воспадении византийской империи, да, начинается. А они вошли вот в определенного рода образовательный ландшафт монастырей. Монастыри становятся центрами учености, а центр учености — это не только катехизис, это не только богословие, безусловно, которое было известно, это и, собственно, образовательные практики, это логика, аргументация, условно говоря. Это все то, что связывается как раз с этой традицией афинской школы. Поэтому они там присутствуют, ну, не в плане святых, безусловно, и не в плане учителей церкви, а как в плане таких значимых фигур. Ну, я знаю, как в 15-м веке, там, в 16-м веке Гермеса, Тесмегиста, могли там в Пизе, да, по-моему, в соборе, выложитесь. Поэтому это такая очень интересная эпоха. На Востоке она в меньшей степени проявилась, на Западе в большей степени идеи, там, вечной философии, вечной истины, да, и вот как бы на Востоке проявилась здесь. Ну, повторяю, они не равны, конечно, Кресту там и святых, но они такие вот учителя, как бы не в смысле учителя церкви, учителя образовательного смысла, это слово, поэтому почитаются. Спасибо. 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 Другой вопрос в таком библистическом контексте, поскольку философия и история являются теми, так сказать, необходимыми языками концептуализации, которые воспринимает библистика. Что нужно сказать об иудейском влиянии до философии, поскольку синтез у Павла, скажем, когда он берет иудейскую эсхатологию, наполняет ее эллинистическим термином в Руси, это лишь один пример. То есть, таким образом, в Новом Завете мы видим разницу жанров и в синопсисе, и в Иване, и в посланиях, тем более в жанре апокалиптики. И мы говорим о некой композиции между стилистикой, философией, естественно, антропологическим опытом и опытом подражания антропологическому опыту и так далее. Этот вопрос именно реконструкции иудонизма до медиаплатонизма. Почему Филон все время называет Моисея философом? То есть, он все время, так сказать, нас помещает в стихию мысли философской. Вопрос ли это, ну, это, разумеется, исторический вопрос. Можем ли мы констатировать это влияние, в какой степени, как, но именно до Филона, до Александрии. То есть, мне бы хотелось несколько шестого-пятого курьера. Только если можно уточнить, это вопрос о том, оказывал ли иудаизм на платонизм влияние или платонизм на иудаизм. Ну, если можно, и другое. Вот это особая тема для передачи в духе, я, конечно, шучу, извините, в духе РЕН-ТВ или ТВ-3. Вот, потому что это мы вступаем в тему таких, зачастую, фантастики. В хорошем смысле слова, без всякой, без всякой руку не говорю. То есть, насколько вернали идея заимствования, концепция заимствования. Ну, вот Филон Александрийский говорит, там, не знаю, вот Гомер такой умный. Я не понимаю, почему. Ну, потому что он пяти книжек читал. Гомер. Понимаете, да? То есть, уже Гомер. Само собой разумеется, это особая культура иллинизированного иудаизма в Александрии. И преимущественно, где там со времен. Ну, во-первых, контакты греков и иудеев. Конечно, это Египет первое место в их контактах. Иудеи там жили давно, греки с 6 века. Другое дело, что мы зафиксировать только, может быть, на каком-то таком совсем уж археологическом материале можем. Текстуально это все дело. Ну, там, какие-то места из Геродота, где он говорит, что некоторые народы вокруг у египтян заимствовали обрезание, запрет на поедание свинины, некой рыбы, ну, видимо, угряда, если я могу ошибаться, в Ниле. Некие народы. Таких упоминаний нет. Более активно все с эпохи, после Александра Македонского, начинается. Но контакт какой-то мог быть, можно предположить. Вот, а в самой Александрии, конечно, это настолько эллинизированная была история, что мне нравится, не могу сказать верно на гипотезе или нет, что перевод 70 толковников, мне нравится, я не могу говорить, что это так, это перевод, сделанный не из любопытства, Птолемеем II и Деметрием Фалерским, типа, что вот, ну, по-моему, цикл инициативы, что, мол, это надо узнать философов таких иудеев в странах. Это просто перевод богослужебной книги для иудеев, которые уже говорили по-эллински. У них был их собственный естественный язык. Вот, а уже во вторую очередь все остальное. Это эпоха, когда иудеи в Александрии пытались вписать иудаизм и древность иудеев в эллинскую историю, в эллинский культурный ландшафт. Это всякие псевдофакелиды, псевдо-гикотеи, псевдо-гисиоды, по-моему, которые создавали тексты апокрифа, да, в которых, вроде бы, подписаны эллинскими именами, на самом деле там говорилось про иудеев, про истинность их религии, про верность и так далее. То есть вот это вот зона такого необычайного контакта. И здесь, очевидно, можно предполагать не только влияние эллинской культурного ландшафта на иудеев, но и в обратном направлении, хотя в обратном направлении несколько сложнее, это, ну, по ряду причин делать. А вот что было до этого, прибывали как Платону, Аристотелю, Сократу, иудейские мудрецы, это вопрос совершенно другой. Здесь, наверное, из наших коллег-современников на эту тему максимально, видимо, так профессионально мог бы сказать Игорь Романович Танклевский, Заркоавтобиблистик, и он достаточно много этим проблемам место уделяет. Вот, поэтому стандартная историко-философская традиция, мы можем видеть семитское влияние на стойков. Ну, такое некое общее мировоззрение, этику стойков. Вот, а платоники все-таки, 3-2 века до нашей эры, это академики, скептики. Им, в общем, они социалисты скептисты. Они были достаточно замкнуты. Ну, по крайней мере, только в воззрении были достаточно замкнуты. Потом, ну, это уже вопрос несколько иной, после философского этого вопроса. Я хотел бы посоединиться ко мнению Романа Викторовича о том, что у нас есть совершенно четкое влияние эллинизма на иудаизм, а вот обратно что-то прослеживается в намного меньшей степени. Библию вообще плохо знали в античном мире. Если посмотреть на то, кто и как цитирует ее даже в греческом переводе, вот эту самую септуагенту, то это буквально одно или два места. Это в этот самый псевдолонгин, да, о невероятном, и Поседоний. Нет, Поседоний наоборот молчит о Библии, хотя там, где речь идет об иноземных пророках, но, казалось бы, самое место сказать о пророках библейских. Ему это вообще не интересно, что тут даже и с его стоической паразимой даже и странно чуть-чуть. Если мы примем теорию о семейском влиянии на стойках, можно еще вспомнить недавнюю книжку Рольф о восточном влиянии вообще на античную философию, но это более ранние какие-то этапы. Если брать платонизм первого века, уже новые веры и рубежа веков, но, может быть, тут Роман Викторович выскажется более авторитетно, мне кажется, что филон Александрийский – это просто какой-то гений, который взялся из ниоткуда. Откуда он взял ответы на еще не заданные в платонизме к тому времени вопросы, для меня, в общем, загадка. У филона Александрийского просто поднимается масса тем, которые актуализируются в остальной платонической традиции только во II веке и позже, и явно не филон будет лежать в основании этого, а какие-то другие авторы, которых мы не знаем. Филон вообще проходит незамеченным для античного читателя, и иудеи тоже очень неохотно его цитируют, иудеи его почти не знают. Филон сохранился только благодаря христианам, благодаря тому, что Евсей Викторийский объявил, что вот он, какой классный парень, что он почти наш. Ну и вот, ну лично мне кажется, что здесь во многом заслуга именно Евсей в таком повышенном внимании Филона. Что касается платоника I века, ну и, скажем, того же Плутарха, то там какие-то уже идут восточные штуки, но это скорее Египет, может быть, зероастризм с его таким обостренным дуализмом. Ну, эта тема, тема дуализма вообще очень опасная, здесь можно говорить очень долго, начиная с Пифагора или даже раньше, вот, и, наверное, ну, поскольку тема не вполне иудейская, хотя и в иудаизме того времени тоже сатана начинает играть роль, ну, значительно больше, чем раньше. Но это тоже, наверное, скорее к ведомству Игоря Романовича Талтливского. Надо бы пригласить. Давай, по-моему, всей душой. Спасибо, что с курсия. Да, да. Разве? Ну, я вот Сиренов Талат, наш, дорогой, еще всегда. Понимаете, философско-богословский семинар, заберем, что не висит я так же. Он, мне, впервые, задавая вопрос, обрагнать эти силы, это делать. Философско-богословский семинар в университете прагматика неизбежно, да, в философско-философско-философский семинар в университете, может быть академичный. Философско-философско-философский семинар в университете прагматика должен быть актуальным. Смыслом философско-философского семинара в университете прагматика неизбежно. Ну, там, в тренировой письмении, но здесь же, если он тренировой письмом, не с этим уповодряется. У других ввери. Помните, когда коллега со святого семинара начинала свое выступление, он скивал профессор-святого философа, реалистовик, философского семинара. Я считаю, что это впечатление не университет прагматика. В церкви, иногда, в 20 семинарах, в церкви, нет ни историков, ни философов, а есть мистерами разных стилистик и правлений образов. В философском философском семинарах, например, в церкви, в университетах. Надо говорить с христианами, а не с юридской античной истории. То есть задаваться вопросом, мы познавили, что там, в галахматной античной истории, делаем на сегодня ревизер. Вот генеральный вопрос для таких собраний. Если этого вопроса нет, то проведение этих собраров здесь оно просто исполнит. Чего вы решаете вопрос? По вопросам. Так. Наверное, я бы совсем подсамок реагирую. Какие возможности? Ну, коллега. Эти вопросы решаются очень простым практическим способом. Значит, либо вы организуете свой собственный семинар, того, как вы правили, будет переходить на это, либо вы каким-то образом разделяете запустим ответ. И все. Я не разделяю. Ну, все вопросы можно снять. Невероятно, заставляю, участвую в этом, многомережном виде. Можете сказать? Дорогие друзья, у нас в нашем соборе есть управляющая ситуация. У нас есть и рядышком, и два здания. Есть собор, здание Путка, да, собрание. Там мы молимся, я там проповедую, там мы занимаемся лишь одним делом, мы занимаемся движением, укрепляемся в нравственности, стяжаем и все тоже. И около этого собора, есть вот это вот непонятное украшение, как вот, неронически украшенное, какие-то странные с уликами, вот здесь вот на стенах, наш культурный центр. И в этом центре, мы заявляем о очень важной, понимаемой, высокой христианской листии, о том, что верующим можно говорить о многом, и за многими. Вот, в наше мнение, верующие так рассуждают, античная философия, это не наше, естествознание, это не наше, посткутернизм, не наш. Ранее христианство, послугало по другому, чья-то не берет, буддийское и христианское, это наше, не христианское, чей мунисей, индийский и христианский, наш, чей Сократ, эллинский, и Сократ тоже наш, понимаете? Вот тут же самое и здесь, мы пытаемся вот найти вот, о чем говорить, как говорить, каким языком говорить, людям, верующим, да, обреченным, и визуальным, и в саду, и так далее, и всем остальным людям. Я, конечно же, не сбежал на такое, чёрное, белое, верующие, верующие церковь, церковь. Так вопрос, здесь, исполняется важное, христианское и общее человеческое подзначение, разговаривание между другом. И в этом исполняем, мне кажется, довольно высокий призыв обращения каждому степень, надеюсь, будет не быть запорствующих, если они, у нас есть ещё, как-то, отжилились. Так, ну, если можно, чуть-чуть, да. Другой речи, вопрос, кого им для плачика, ну, такой цифровой бутцовой, который был в своем месте называем христиан, то есть, если упрощено, можно говорить, из вашей лекции, фактически, были, ну, две партии, да, и большая партия, и огромная партия язычников, с множеством фракций, были какие-то в тот период. Извините, вот, когда они появились, и когда их критическая масса, спасибо за то, что они поверили за это. И второе, вопрос, если можно, правильно, провести, вот, потому что, если кто-то не был в Отечестве, если он защитил своего рекомендинства, а излишних это было очень много, и они только были славы. Можно бы сейчас сказать, что язычники сильнее, потому что их критина простая, достаточно, вот, есть совершенно простая идеология, специальность этого периода своего развития, которое выросли в подобном количестве временных младцев. Ну, как известно, в Отечестве было всё. Да, в Греции. В Греции было всё. В Греции было всё, в кастике. Ну, во-первых, всё-таки, атеизм и язычество я бы не отождествлял друг с другом, просто принципиально совершенно разные вещи. Если мы понимаем язычество, понятно, слово из крестьянского обихода, то есть крестьянского тоже разделение, вот это мы, ну, авраамические религии, да, иудаизм, христианство, ислам, это все остальные, хотя, собственно, и мусульман-язычество в среднем века обзывали. Ну, я бы просто не говорил, это разные явления, я вначале слушал про современное язычество, думал, неоязычество, таких же кучи, и самые разные, их куда больше, чем христианские церкви, деноминации и так далее. Вот, но, возвращаясь к античности, за которую я, если говорить о современности, это совсем особая история, это особый долгий разговор, концепция секулярности, десекулярности, постсекулярности, это вещи, на самом деле, очень важные для осознания христианина, местных христианин здесь и сейчас, но это нужно отдельно говорить. Я, с вашего позволения, все-таки пойду в древность. Да, естественно, язычество было разнообразным, но оно всегда какое? Оно всегда такое этническое, национальное, полисное, понимаете, да, то есть и греческое это язычество было разным, в каждом городе своеобразные культы, своеобразная система обрядов, праздники, но вместе есть общегреческая олимпийская религия со своими институциями, так сказать, и так далее. Римское язычество своим священным текстом Сивилина, Оракула, вот, там, не знаю, какой-то испанская, кельтская, тоже совершенно разнородная, но разная. С этой точки зрения, почему иудаизм, в конце концов, на мой взгляд, я вам скажу, собственную точку зрения, оказался-таки, инкорпорирован в систему Римской империи. Иудеям можно было быть, в отличие от христиан, просто это стоило немалых денег, нужно было платить налоги, и ты был ограничен в своих, ну, с функционированными выражаясь, в правах, да, в том числе, религиозных правах пограничен, не всегда помещать Иерусалим и так далее, законы против иудеевых, это было все-таки этническое, в отличие от христианства. Что касается вольнодумцев, да, в Греции, да, действительно, вольнодумцев было много, причем некоторые, вроде, диагоры, можно с удовольствием обозвать самыми настоящими атеистами. Хотя чаще в Греции встречалась идея другая, это либо религиозный агностицизм, вот, ну, там то же самое, Цицерон, вроде уж он всех разгромил, религиозных людей, он сам говорит, ну, лучше я вот, это доказательство ослабляет очевидность, лучше я там уж буду, вот как отцы заповедовали, вот это очевидно, я там буду следовать. Вот. Либо же то, что обзывают атеизмом в Древней Греции, тех же, там, в словах эпикурейцев, которые, вроде бы, верили в существование богов, но говорят, что боги на мир не воздействуют, значит, не надо им поклоняться. То есть слово вольнодумство, атеизм в Греции имеет еще социальный характер. Это отрицать такую вещь, как религию, как, ну, социальное явление, да, как явление общественной жизни. Если мы ее отрицаем, мы можем каких угодно представлений о богах иметь, все, мы уже атеисты. С этой точки зрения, современный атеизм, ну, то, что с 17 века начинается, он все-таки несколько другую природу, мне кажется, имеет. Ну, а как это произошло, это уже вопрос просто очень длинный для разговора, да? Не добавить что-то? Нет. Если я ответил, спасибо. 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 У меня тоже вопрос. Могу доказать, например, Алексей Дмитриевич, и команды Викторовича, и где Алексей Дмитриевич и Роман Викторович, то вот по поводу, мы заметили в своих докладах на бесплатное влияние на развитие артистанских выручений, каких-то дигматических вопросов, аномалийных завершательных делов, как вы считаете, имеется, что сейчас он нам до с первого века вот обратить свое внимание на то развитие, которое делало регулярно, которое продолжается за это время сейчас это новое европейское фотосопие, и можно ли мы при помощи, взглянув на это, вот приобрести какие-то новые смыслы наших выручений в делах? Спасибо. Значит, начните вы. Я полагаю, что опыт обращения к прошлому всегда полезен. Начиная с самых обычных бытовых проблем, очень многие люди почему-то полагают, что проблема, которая встала перед ними именно здесь и сейчас, проблема уникальная. Вот в то время, как элементарная попытка подняться чуть выше и посмотреть на это дело в более широкую перспективу, показывает, что сходные проблемы возникали перед людьми тысячи и миллионы раз, рассмотреть вариантные возможности их решения и таким образом выбрать оптимальный путь в этой ситуации. Собственно говоря, это наблюдение не мое, это прагматический взгляд на историю, который был свойственен и Фукидиду, и Полибию, и другим историкам античности, они жили еще до новой веры. В какой степени современная философия может быть полезна или интересна христианинам? Я думаю, что в той же степени, что и философия античная была полезна апологитам. Если христианство не хочет оставаться в своем пространстве, где уже находятся люди-христиане, где не нужно никому ничего доказывать, потому что зачем доказывать истинность христианства тем, кто уже христианин, то, безусловно, нужно осваивать новый язык. Что делает апологита во втором веке? Есть большая группа людей, я использую дурной социологический термин, так называемый средний слой. Эти люди не получили высшего образования, они не знают философию, так как, скажем, ее знамплатил, или говоря, обращаясь к современному миру, так ее знает Роман Викторович. Но при этом они более или менее в курсе современных течений. Они понимают какие-то ключевые термины, они понимают отличие пропикурейцев от платоника. И что делают апологиты? Они переводят раннее христианство на философский язык. Они показывают, что Христос это тот самый логос, что встречается у Платона. Это тот же самый логос, один из логосов, что встречается у стойков. Христианство и философия на самом деле отвечают на одни и те же вопросы. И христианство оказывается лучшей философией. Почему? Потому что оно Боговдухновенное, и поэтому эта философия истинная, как говорил Люстин, твердая и полезная. Это единственная философия, которая оказывается верной. Что касается современной философии, то здесь, я думаю, надо осваивать ее язык. Безусловно, и безусловно, нужно хотя бы понимать его, чтобы как-то адекватно отвечать на современные вызовы. Но тут, я думаю, что Роману Викторовичу еще есть что добавить. Да я, собственно, буквально два слова скажу. Одна вещь, может быть, будет звучать резко. Вы простите, если кого-то это обидит, но я надеюсь, не обидит. Если закрыться от современной философии, науки, культуры, железными стенами, это путь к сектанству. Это объективно, это исторический опыт нам говорит социологии религии, рассказывает, просто показывает кучу примеров, как эта вещь происходит, при всех благих пожеланиях этого. Вот. А то, что на самом деле это уже происходит, и христианство не закрывается, это видно и по западной теологии, я в хорошем смысле слова говорю, там, это и католицизм, это видно и по нашей православной церкви, по объединенному церковной аспирантуре, докторантуре, мне доводится читать диссертации, которые там пишутся. Они написаны на очень высоком философском уровне. Так что закрытие этого не происходит, и все все прекрасно понимают. Спасибо. Да. Ну, и будет вторая форточка в этом, Последний вопрос. Последний вопрос. Спасибо. На сегодняшнем теме догматики и скептики, представители противоположных уменьшений находятся в состоянии перманентного противостояния, такого вследствие того, что они по-разному относятся к истине. И вот мы сегодня слышали случаи, когда ради истины Сократ, Христос, шли на то, что мы на смерть, да. То есть разменивали жизнь. Есть ли еще случаи, когда догматики и скептики родители сделали такие жертвы, и исторически как-то это вызывало как-то власть. Философы, жертвующие собой, да? Ну, начните. Начинайте. Начинайте. Ну, если говорить чисто исторически, я уже упоминал несколько случаев философов, которые также стали жертвой своих взглядов, или, точнее говоря, жертвой своего нежелания отречься от них, или их реализацией в сфере, где это было явно невыгодно советской государственной власти. яркий пример этого, Зино, он участвовал в заговоре против тирана, был схвачен, вот его пытали, чтобы выведать имена тех, кто участвовал в заговоре, но остался на свободе. Он перечислил имена самых близких друзей этого тирана, наконец, заявил, что есть кто-то, чье имя он не может назвать вслух даже в этой аудитории, и тиран решил, что имеется в виду кто-то из его родственников, приказал Зенона подпустить к нему, и Зенон крикнул, что это ты и есть самый главный враг, и вцепился тирану в ухо. Тут его и закололи. Что касается более пустых примеров, в какой-то степени это Сенека, но там тоже ситуация очень тесно завязана на политику, и нужно понимать, что если брать именно античную историю, все философы в той или иной степени говорят о политике и связаны с политикой. И тот же Сенека в какой-то степени можно сказать, что он стал жертвой своих взглядов, своих убеждений. Он чем ближе к смерти, тем больше говорил о том, что человек, пока жив, не может быть свободен. И первым из стойков стал настолько часто обращаться к теме самоубийства, что тут даже современные исследователи стаицизма говорят о феномене Сенеки в этом отношении. Но тут до конца все-таки я не могу сказать, что он умер именно за свои убеждения. Может быть, у Романа Викторовича какие-то другие примеры есть? Может быть, из более нового времени? Да нет, примеров таких много, все прекрасно знаем, там, Джордана Бруно, который отказался отказываться от своих убеждений, вот, и там, не знаю, Пикаделла Миранделла за сотню лет до него, который, конечно, в итоге, ну, умер по другой причине, по слабости здоровья, ну, там был вынужден бежать из Италии, заключен Винсенский замок. Галилео, Галилей, конечно, фраза, все-таки она вертится, это, скорее всего, миф, который он говорил, но, тем не менее, вот он, да, был вынужден по состоянию здоровья в том числе согласиться, но, тем не менее, такая героическая фигура, пусть придумана героическая фигура. Примеров можно привести много, поэтому я думаю, что здесь их количество, правда, уменьшается по направлению к нам, когда мы движемся. Философов становится больше, а таких примеров становится меньше. И связано это с тем, в том числе, что где-то в века 19-го, ну, хотя там Карл Марс говорит, философия доселе объясняла мир, теперь она должна его изменять, до настоящего момента философия всегда пыталась изменить мир. И просветители пытались, и Сократ пытался изменить мир, и Кант пытался изменить мир, и Гегель пытался изменить мир. Но Маркс что-то вот такое, знаете, проговорил такую вещь, которая в это время профессионализуется до крайности философии, прежде всего в Германии в 19-м веке, и по большей части стратегия существования философии становится стратегией существования дохождения компромисса, в первую очередь с властями. Это эпоха, когда философы стараются от власти отойти, поэтому, конечно, не даром Маркс называет не философом, а немецким экономистом, то есть революционным деятелем и так далее. Конечно, стоятся бунтари, вроде Витгенштейна сохраняются, там человек имеющий свою, пусть мне не нравящуюся, но личную позицию, как Карл Поппер. Понимаете, сохраняются такого рода люди. Но философия все большей части превращается в некий элемент образованности общей. И здесь, конечно, количество мучеников резко уменьшается. Но это вот та самая иллюзия, исходя из которой античных философов обычно рассматривают. Про Платона, значит, надо про идеи. А Платоновская школа, Платоновская академия — это партполитшкола или высшая партийная школа, но он готовил политических деятелей. Конечно, про идеи нужно было ему рассуждать, естественно, но он готовил деятелей социальных. А как только начинает уходить, и вот количество мучеников уменьшается. Вот. Я бы так ответил на ваш вопрос. Спасибо. Ну все, я хочу поблагодарить всех решений. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, что вам, дорогие гости, дорогие гости, за наш сегодняшний праздник. Сегодня получилась очень хорошая дискуссия. Игорь Михайлович, это очень великолепное, замечательное. Спасибо большое вам еще раз за ваши красные философские речи. Пару слов, позвольте я скажу от себя в заключении нашего сегодняшнего собрания. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда христиане оказались на простое архангинской империи, у них возник очень большой вопрос, как себя идентифицировать, как себя назвать. Потому что церквей, в нашем понимании, не было в то время. Да, не было церквушек, соборов, пригодов, ничего этого не было. Это все заявляется в довольно позднее время. Возникла хорошая модель, которая была в южно-римской империи, была довольно хорошо отработана и аппетитена. Философская школа. Не правда ли? Философская школа. И возникает такая очень устойчивая модель. Христиане это есть еще одна философская школа. Это была мысль Аполлопедов. И поэтому гнать философию нельзя, невозможно. Это же философия. Вот. Это раз. И вторая, тоже очень, кажется, довольно важная мысль. А чем занимались христиане в этой связи? Они занимались, христиане, а среди них были и рабы, и бедняки, и женщины, тем, что раньше было доступно лишь таким, понимать, элитам, ученым мужам. Они занимались философией и вели философский образ жизни. И случайно возникает поражение, что христианство есть полтонизм для народа. Как сказал Миша. Вот. Это, понимаете, очень важные те вещи, которые могут мотивировать нас в отношении и познания окружающего мира, окружающей культуры инфитуальной, и в движении напротив всем этим поискам, которыми, конечно же, хвачен современный нам живой и ищущий мир. И последняя вещь, да, наши инициативы и благословения двояга со стороны прихода нашего собора Федоровского и со стороны партии. Информационный отдел сегодня активно работает. Татьяна пишет «Большой экспонтаж». И в журнале «Ипрохиальная модель живая», вот он, появится большая статья, как появилась она на Иматовском номере, посвященную нашему последнему Филу Симонану. Понимаете, «Ипартия» имеет очень большой интерес в том, чтобы такого рода не спустились, такого рода беседы случались, и уважаемые гости элита нашего города, она посвящала где места, связанные с приходами нашей «Ипартии». и подарок всем нашим сегодняшним участникам, лежит там, журнальщик, подоживая, в юности к нам просим другие наши собрания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо.